«Реакция Германии на то, что консерваторы во главе с Ангелой Меркель договорились о широкой коалиции с социал-демократами, неоднозначная и в основном сдержанная. Коалиционный договор согласовали в среду. В него войдут Христианско-демократический союз ХДС и Христианско-социальный союз ХСС, выступающие блоком, а также Социал-демократическая партия Германии – СДПГ. Политические силы уже распределили места в кабинете министров. Как предполагается лидеру СДПГ Мартину Шульцу отведут кресло главы МИД. При этом ранее он говорил, что с Меркель сотрудничать не планирует». «Сначала Шульц говорил, что не будет работать с Меркель. Теперь он работает. Ещё и сместил с поста Зигмара Габриэля. Что сказать? Людей возмущают именно такие действия политиков. Им нельзя верить. От этого страдает вся Германия. Это просто фарс». «Хорошо, что решение приняли. Остаётся открытым вопрос, была ли широкая коалиция лучшим решением». Тем временем эксперты говорят, что партия ХДС получила мало ключевых постов в министерствах. И что главный её успех – сохранение самой Ангела Меркель на посту канцлера. «В этом отношении СДПГ многого достигла. На самом деле ХСС тоже многого достигла. А вот ХДС досталось мало. Они тешат себя мыслью о том, что пока у них популярный политик госпожа Меркель, с ними ничего не случится. Для них это уже успех». Германия остаётся без правительства уже более четырёх месяцев. Это сократило влияние страны на международной арене, а также заставило многих гадать, сколько сможет Ангела Меркель оставаться при власти. Бессменный глава ХДС возглавляет правительство Германии уже 12 лет и готовится занять этот пост уже в четвёртый раз.